Доброе утро, мы в офисе 1580. Сергей, доброе утро. Расскажите, что произошло? Знаю, там было и ДТП, и еще несколько событий. Доброе утро, да. Было у нас резонансное ДТП на остановке АЦИУМ. Троллейбус сбил кошку. Ну, я бы сейчас не спешил бы комментировать. Я думаю, там более комментарий такой расширенный даст у нас наша полиция. Поэтому пока не могу ничего говорить. Знаю, единственное, что все девочки доставлены в больницу. Ну, и скорая передала, на тот момент, когда ее сбили, у нас была ситуационная реанимация. То есть, ну, вроде бы сейчас созвонились с нашими троллейбусниками, сказали, что они вопрос, это тоже держат на контроле. То есть, там вроде бы, как у девочки сотрясение головного мозга, вроде бы уже полегче, но пока уже не спешит ничего говорить. Ну, такая ситуация. А причины там неизвестны, да, почему? Пока нет, я же говорю, я бы не хотел пока это комментировать, но вроде бы перебегали они дорогу, но на каком участке, как, еще немножко пока не буду. Значит, из хорошего, вроде бы, такие включили дом по газу на Шевченко. То есть, ну, ну, уже ж параллельно отключили следующий план. Такая же самая причина, ну, там они сейчас нам дают установку газового щетчика. Дом, этот Героев АТО 116, корпус 1, стояк по квартире 77. Сейчас задается. Ну, если там установка щетчика, то я надеюсь, что будет немножко оперативнее это сделано. То есть, тоже из резонансного, ну, сразу хочу сказать для наших жителей, понимаю, что новость это будет непопулярная. У нас фотоканал опять будет проводить раскопку на улице Героев АТО, которая выше в Крации. Ага, то есть, новая дорога, которую положили, будет опять резаться. Значит, каковы причины? Там действительно такая ситуация, там постоянно сейчас течет та труба. То есть, если мы сейчас не даем разрешение водоканалу выполнять эту раскопку, дорога просто там провалится. То есть, выхода у нас, в принципе, нет. То есть, да, мы понимаем, что это новая дорога, и на Крации на это уже не первая раскопка, но, к сожалению, такая ситуация. А это какая уже там? Сколько раз уже рыли? Ну, там два раза рыл водоканал, один раз водоканал еще после этого на своей же раскопке, которую они рыли. Вчера они закончили работу на Крации на 46. Там маленькая ладка, но тем не менее, все равно обидно, что мы уже на новом сферте. И сейчас он рядом, вот тут, я думаю, что там уже раскопка будет немножко масштабнее. А асфальт кто должен ложить? После выполнения раскопки, который, то есть, водоканал проводит там работы, водоканал обязан и возобновлять дорожное покрытие. То есть, мы будем выходить, чтобы они возобновляли на таких участках, если там раскопка будет действительно крупная, чтобы они выполняли работы от бордюра до бордюра. Ну, если там же будет метровая раскопка, ну, тоже, это, понимаете, это надо разбираться, смотреть, выезжать на место, какие там будут масштабы. Ну, то есть, ну, качество все равно уж портится, там же асфальт не работает, покрытие осношное. Что еще у нас произошло? Значит, по погоде, по погоде, сегодня вроде бы опять нам, Бог милого, вроде бы осадков особых не будет. Значит... Сегодня как зима не придет. Да, ночью было минус один, минус три, нам не прямо центр передавал, и днем ожидается плюс два, плюс четыре. Ну, я не знаю, если, конечно, прошло, то чувствовалось, что похолоднее, но пока вроде бы такой прогноз погоды. Значит, 230 человек нам вчера на службу обратилось. Опять же, у нас, как и по вчерашнему, позавчерашнему дню, основные заявки у нас идут по канализации. То есть, заливается канализация? Да, да, да. Три зима. Заливается в основном из том, что бросают все, что попало, и не бросаетесь эти штучки? Нету культуры пользования канализацией. Было у нас три заявочки по отоплению, но, в принципе, я думаю, что вот этот вопрос мы решим. У нас сейчас еще стоит один дом, спортивный 1А, по четвертой квартире стоят. Я договорился, просил, что вчера выезжал и в Рико смотрели там. Значит, нету, опять же, доступа к квартире. Это отопление? Да. Ну, вроде бы как, по маршруту Бирюзова 66, сейчас вроде бы уже на стадии включения. Ну, сейчас буду еще разговаривать с руководителем ликвидации на предприятии. Что он если не скажет, ну, будем надеяться, что уже... Это сколько уже людям на маршруту Бирюзова постояли? Ой, точно вам сейчас скажу. То есть сегодня вполне возможно, что у них будет... Да, есть вероятность, что включено, да. Но этот же дом с начала отопительного сезона у нас не заключался. То есть, ну, там ситуация, ликвидируется предприятие, но полностью в долгах, поэтому... И кому передается это, кто запускает, получается? Если ликвидируется, то есть... Пока еще проходит процедура ликвидации. То есть, про дом, про передачу на баланс коммунальной собственности города будет возможен после того, как закончится сама процедура ликвидации. Только в таком случае. Ну, а она дальше планируется. Ну, я думаю, да, но все мы сейчас в курсе, что у нас же с первого числа вступает закон, все дома будут у нас ОСББ, и ЖЭК как форма управления домом, она будет устранена. Ну, пока я вам комментирую, тут тоже тяжело, как оно будет. Если честно, мне тяжело представить, что у нас было с первого числа. Ну, вроде бы как, пока тоже. Самих механизмов, я так понимаю, на данный момент, ликвидации ЖЭКов и назначения управляющих, пока на данный момент, таких нет. Пойдем. Как всегда у нас делается. Уже придумали, уже подпиставили. Ну, такая ситуация. Если вкратце, то за последние сутки это все, да, чтобы произошло. Спасибо вам, Сергей, за информацию, а вам хорошего дня и настроения. Спасибо вам.